Всем привет! Начинаем очередное путешествие уже по Вероне. Далее церковь Святой Анастасии. Прямо у входа нас встречают водосвятные чаши с горгунами Святой Анастасии. Ну конечно мы знаем, что есть такое поверье, что прикосновение к горгу приносит удачу. У нас, так сказать, выстроена церковь в готическом стиле. Она является самой большой церковью Вероны, которая принадлежит ордену доминиканцев. Кстати, немножко об ордене доминиканцев. Это католический монашеский орден, основанный испанским монахом Святым Домиником. В 2016 году орден осчитывал 5810 монахов, которые служили в 552 приходах. Генеральная Курия, то есть самое главное место, находится в римском монастыре Святой Сабины. Женская ветвь ордена составляет 3724 монахини. Основатель Брюно Кадор, это генеральный магистр, он руководит орденом с 2010 года. Кстати, он получил медицинское образование, специалист в области лекемии. Работал в нескольких больницах Страсбурга. Ну это вот так немножко об ордене доминиканцев. Ну так вот, этот храм носит имя крестьянской великомученицы Анастасии Уза Разрешительницы. Когда-то здесь строила другая церковь, также она была воздвигнута в честь этой святой приказу императора Теодора Великого. Строительство нынешней базилики началось еще в 1290 году. Обалдеть, да? Это же вообще, ну просто, в 1290 году. Ну так вот, она была возведена предположительно по проекту доминиканских монахов Фра Бевентута да Болония и Фра Никола да Имола. Сооружение длилось почти полтора столетия. Было завершено в 1400 году. Кстати, для справочки, Куликовская битва у нас была в 1380 году. Просто для справки. В 1471 году состоялся священие этого храма. Но на самом деле он был освящен в честь святого Петра Воронского. Но все же местные жители с самого начала называли базилику именем предыдущий цирк. Под этим именем она стала известна за пределами Италии. Так написано в эпиде. Я вот просто крыл и зачитываю то, что там написано. Внутри базилика состоит из центрального нефа, двух боковых пределов, разделенных колоннадой на 12 мараонных ологов. Второй край – это свод, украшенный растительными орнаментами. Не буду перечислять, какие здесь работы и чьи работы авторов стоят. Немножко можно, наверное, рассказать о Анастасии. Анастасия была знатой римлянкой, ученицей святого Христогона. Ее мать Фауста Сермийская, тайный христиан. Она воспитала дочь в христианской вере. Святая Анастасия тайно посещала узников христиан. Томившихся в римских темницах, ухаживала за ними. Кстати, этим был недоволен ее муж и запирал ее в доме. После казни своего учителя, святого Христогона, она начала странствовать в том, где было можно помогать христианам, которые подвергались суровым гонениям. Прошла через Грецию, Македонию. Ну, а когда вернулась в Сирию, такой город, была схвачена и после мучения сожжена на костре. Кстати, мощи святой Анастасии находятся в Баварии, которые были тайно похищены из храма святой Марии в Органах, которые находятся в Вероне. Ну, такая вот история. Красивая очень церковь. Как-то такая, знаете, бывает церковь по душе. Там ходишь так. Больше она мне понравилась, чем другие, которые находятся в Вероне. Симпатичная. Конечно, очень красивая старина. Откуда ни посмотришь, везде старина. Я просто, честно говоря, немножко убиваю. 1200 год, 1400 год, 1500 год. Обалдеть. Этот сюжет сделан для того, чтобы вы просто могли посмотреть, что творится внутри церкви святой Анастасии. Что-то еще говорить. Конечно, надо видеть, ощущать, наверное, все это, когда находишься внутри. Вот все. Всем пока. Всем привет. Кто досмотрит, тот молодец. Кто не досмотрит, тот не досмотрит. Казала вам церковь святой Анастасии. Которая находится в городе Верона. Обязательно не пройдете мимо. Обязательно рекомендую туда сходить. Как всегда, в общем, и в других церквях. Все это бесплатно. Иногда бывает стоит коробочка, где написано пожертвуйте там 1 или 2 евро. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Будет возможность съездить в Верону в Италию. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok